Ну вот, снова, спустя несколько лет, я приехал в небольшую, такую глубинку прекрасную, Костромской области, в село Лединск, Павинского района, соответственно, Костромской области. Что в дождь, что в снег, что грозы, в любую погоду я еду к своим любимым зрителям. И сегодня я вам хочу показать поподробнее, побольше, постараюсь зайти в забытый храм, Который я вам полностью не показал в своем фильме об этом селе два года назад. Я иду с трассы, с трассы в Дом культуры. Ну вот такого села два года я здесь не был. Два года назад приезжал с концертом. Не знаю, как сегодня жители поддержат меня или нет. Дошел до Дома культуры с трассы, положил вещи, опять дождик начинается. Вот, в последнее время меня преследует вот эта погода. Пришел, дождя не было, дошел, вещи положил, пошел материал снимать, пошел дождик. Ну, начинаем. Вот такой вот памятник погибшим в селе Лединск Павинского района. Людей в селе все меньше и меньше. Я всегда говорю, хуже быть не может, а лучше еще может быть. Но оказывается, может быть еще и хуже. Вот такой вот пропадает храм здесь. Что два года назад, что сейчас. Ну, это как уже, как говорится, отрицательный рост в развитии. Вот, друзья, ничего там нету. Попытаюсь сейчас зайти в этот храм, чтобы показать вам его внутри. Вот, уже деревья тут, наверное, корни уже в алтаре, да, алтаря доросли, потому что уже такие вот деревья растут. И сверху вон растет, смотрите, какая уже молодая березка выросла. Вот так вот, друзья. Вот сельские жители. На концерт приходите, женщины, дорогие. На концерт гармонь слушать. Вот, друзья, пообещали прийти. Чего, чего? Вот такая трава здесь, бурьян, мама родная. Господи, спаси и сохрани наши души грешные. Ага, а вот вам и. Вот вам и. Бабушкин четверг, как говорится. Вот. Все здесь. Ну, может быть, хоть сюда можно зайти. Тут провода везде. Ой. Ой-ой-ой. Заброшенный храм. Ничего здесь нету. А вот тут кто-то что-то, видать, поделал все-таки. Смотрите. Тут просто взяли и заколотили. Вот такие вот следы от трактора. Видать, кто-то сюда на тракторе заезжал. Только что делали, непонятно. Упроводка еще наверху. Такая вот акустика здесь, друзья. Церковная. Конечно, я бы вам показал дальше, но тут, похоже, уже нету ничего. И ни иконы, ничего уже не осталось. Ни никаких вот набросков нарисованных. Ничего уже нет. Вы же знаете, что я такой человек, что, чтобы показать вам интересный материал, я готов даже по дебрям. Но тут вот собаки. Тут собаки. Собаку там в конуре дождик идет. Боюсь. Может не на цепи быть. И съемка мне обернется в покусы. Ну вот, что могу показать. Провода обрезанные. Бурьян. Трава бурьян. Рябинка молоденькая растет. Березки молоденькие растут на крыше заброшенного храма. Вот. Тут, конечно, еще и другие провода какие-то есть. Вот. В подвисшем, как говорится, состоянии. Не в обрезанном. Боюсь, как бы током не дернуло. Вот. Иду. По траве сырой снова. Снова вот все мои кроссовки сырые. Вся обувь сырая. Но я иду, чтобы вам показать. Ну, попытаться раскрыть еще больше этот замечательный храм. На улице сегодня прохладненько. Вот. Да, минус двух уже ночью. Иду тихонечко, тихонечко, осторожненько. Вот. Интересно мне посмотреть, что здесь вот. Ох. Что-то здесь. Ой-ой-ой, трава. Доски. Бутылки. Вот. Все развалено. Все, друзья. Бутылки. Доски сырые. Уже все изгнившие. Идем дальше. Окошки, которых уже нет. Вот. Раз, два. Бутылки. Их. Господи, ну что такое. Сколько по России, матушке, по русской земле таких храмов. Кого в этом винить? Я даже, наверное, не буду задаваться вопросом, дабы не обвинить невинных людей. Но, вот то, что было раньше, в старину, и что сейчас осталось, конечно, это, как небо и земля. Вот. Пробираясь по бурьянам. Вот тут прислонено. А все, закрыто, закрыто. Тут вот тихонечко. Боюсь, самое главное, чтобы ям не было. Там вот, что у нас. А там ничего вот нету. Ох. Да. Такая вот ситуация. Бурьяны, бурьяны. Ой-ой-ой-ой. Иду по сырой траве, ноги все уже сырые, друзья. Все. Все ноги мои сырые. Вот. Тут, я так думаю, что это вот алтарь. Здесь вот был алтарь, где были иконы вот за этими стенами. Сейчас уже ничего. Так, а тут у нас, тут, наверное, тоже прихрамовая какая-то часть была. Доски, доски все заросшие. Лавочка заросшая все. Все, шифер старый, старый-престарый. Сзади храма вот такие вот дворы, дома. Люди здесь живут. И вот так вот. С этой стороны еще вам покажу. Заднего входа, как говорится. Вот эту церковь. Вот, друзья, такая вот забытая церковь. Посмотрите наверх. Вот если вот так сделать, вот так вот, камерой, то можно подумать, что это небольшой лесок. Из нескольких березок. Вот такие уже деревья выросли на крыше храма. Конечно, можно было и вам с этой стороны показать храм. Ну, в смысле, на крыше показать, что творится. Но, я думаю, это был бы мой уже последний материал тогда. Потому что там крыша вся сгнила. Вот. Село вымирает. Это я вам скажу правду. Нисколько не считая, никого не обидев. Вот. Люди уезжают. Тут работы нету. Вот. Выживают все, причем. Не только простые жители. Но и те, кто Работают, допустим, в магазинах, где Администрации тоже, потому что Хочется как-то Улучшить жизнь. Но когда ты работаешь в селе в небольшом, Конечно, ты ничего не сможешь сделать один. Друзья, Такой вот храм огромный. Пропадает. Забытый уже Несколько Наверное, я не ошибусь, десяток лет. Так что Что смог вам показал в этом видео. Хочу пожелать, несмотря ни на что, Село Лединск Прответание Конечно же Может кто-то Посчитает это за сарказм Но Я желаю искренне Мне хочется, чтобы Возродилось село Чтобы оно не умирало Ну а я буду ждать здесь зрителей И Сегодня решится Заинтересованы будут люди меня поддержать Или нет Но я считаю, что я сегодня Привез Вновь Порцию лекарства От уныния От несгод И мне остается только надеяться Продолжение следует... Продолжение следует...